Живые настольные садики, кукольные миниатюры, замки и домики. В Дворце детско-юношеского творчества можно посмотреть выставку «Мир в руках». Это своего рода отчет воспитанников школы «Флорис». Работы такого уровня в городе больше никто не делает. Без стеснения говорят организаторы. Замечательно построили домики в стиле кукольная миниатюра, вот это искусство новое, которое в нашем городе тоже еще мало известно, где мир, настоящий мир уменьшается в 12 раз. Называется миниатюра «Один к двенадцати». И вот построены у нас два хороших коттеджа, в котором все от мебели до чашечек, все сделано вот в этом масштабе, очень красиво, интересно. Эта работа Надежды Саловой в «Глухом лесу» выделяется на общем фоне благоустроенных домиков, коттеджей и представляет собой сказочную избушку бабы-яги. Сложнее всего, по словам автора, было сделать печку. На первом этаже она главная, а на втором тут только кровать, и мне ее не так сложно было делать. А в печке там и красить надо было, и бревна. Она тут самый основной такой элемент, она самая красивая, можно так сказать. Есть на выставке самый настоящий фонтан. Работа «Слышу музыку гор» у посетителей пользуется наибольшей популярностью. На первый взгляд и не скажешь, из чего она сделана. В основе этой горы были использованы пластиковые бутылки, строительный материал пенополистирола. Бутылки обклеивали и декорировали. Самое сложное было сделать механизм, потому что внутри этой горы лежит бутылка наклоненная, а снизу идет трубка в эту бутылку, которая присоединяется к мотору. За любой понравившийся экспонат можно проголосовать. Победители выберут не только по результатам экспертной оценки, но и на основании зрительских симпатий. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.